Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Сегодня мы поговорим и об этом, и о том, кто как защищает, и кто как относится к этому событию, и кто как готовится, возможно, стать будущим защитником Отечества. У нас в гостях Алексей Андреевич Черкасов, руководитель местного отделения юноармии городского круга Люберца, который был у нас уже в гостях, поэтому рады вас вновь приветствовать. А также один из участников этого глобального российского проекта, как модно сейчас говорить, юноармеец 20-й гимназии городского круга Люберцы, Аделет Кельдебеков. Здравствуйте, Аделет. Здравствуйте. Ну, сразу же, Алексей Андреевич, что изменилось за все это время? Мне кажется, мы встречали с вами до еще вот этой глубокой пандемии. Как юноармия пережила этот период? И переживает, кстати, еще. Ну, переживаем, естественно, мы начали охватывать уже просторы интернета. У нас уже и совещания, как, наверное, у многих проводятся, и онлайн, и мероприятия больше проводятся онлайн. И для юноармейцев уже это общение через камеру уже стало не таким сложным, наверное, как было ранее. Ну, и, соответственно, стало немножко больше. За все пять лет мы приняли в ряды юноармии больше 650 человек. Постепенно, постепенно расширяемся. Кто-то из ребят уже, конечно, закончил школу, кто-то уже даже есть, кто отслужил, вернулся, уже работает в округе. То есть, ну, жизнь она идет, поэтому все потихонечку меняется. Ну, а сколько сейчас у нас уже времени прошло с того самого дня, когда в городском округе Люберцы появилось отделение? Первый прием мы осуществили в 2016 году, 4 декабря. Вот. И с того времени постепенно, постепенно, до пандемии мы проводили приемы в юноармию на окружных мероприятиях в основном. Потом, когда массовые мероприятия немножко прекратились, мы уже проводили приемы небольшим составом, взаимодействие с советом ветеранов у них на территории. Ну и... Хотя же, смотрите, онлайн как бы историю, да? Онлайн. Были мысли проводить приемы онлайн. Но все-таки в этом что-то... Я не стал практиковать это. Почему? Потому что, поскольку сам одно время принимал присягу, и когда ты принимаешь присягу, зачитываешь клятву перед лицом своих товарищей, когда они тебя слушают, это совершенно другое... И ты находишься рядом с ними, это другое ощущение. Это не просто перед камерой постоять и сказать. Это определенная ответственность. Но это клятва. Поэтому только в присутствии товарищей, перед лицом товарищей, никак по-другому. Ну мы еще поговорим о новом приеме. Мы тут узнали кое-что за некоторое время до начала нашей программы. Но сейчас вопрос о Дилету. Скажет Дилет, а вы зачем пошли в юнармию? Или вас заставил кто-то? Нет, я самовольно пошел в юнармию, так как я хочу постоять за себя и за свою семью. А если быть нужной, и за свою родину. Это хорошо. Правильно я понимаю, что речь идет о каких-то боевых видах искусства? Ну, о боях каких-то? То есть какой-то бой может быть рукопашный? Нет, мы такое не проводим. Но бывает самозащита, мы такое тоже показывают. Ну то есть потихонечку мы в этом направлении двигаемся. Вот вы мне сказали, что автомат разбираете. Быстро получается? Ну, да, постепенно. Сколько? Ну, сейчас 23 секунды. А по норме сколько должно быть? По норме 25. То есть на 2 секунды уже рекорд. Ну, уже отлично. Скажите, Алексей, бот все-таки 6 лет прошло, пройдет вернее в декабре в этом году. За это время насколько изменился, ну, всегда говорят, что все, кто моложе приходят, вот они какие-то немножко другие, иные и так далее. Меняется как-то личный состав юнармии и в какую сторону? Или это уже зависит от вас, когда вы с ними немножко поработали? Нет, ну, естественно, со временем, как говорят, поколения-то они не бывают одинаковых поколений, они все отличаются. Вот, естественно, меняется. Те, кто были в 2016 году, и кто сейчас, ну, если взять тот же 2016-2017 год, занятия проводились на такой материальной базе, которая имелась в школах, да? Сейчас уже благодаря управлению образования, благодаря администрации материальная база расширяется. У нас уже есть и лазерный тир, и мультимедийный тир, и лазер так. То есть уже подготовка идет немножко по-другому, более качественно. Ну, и, соответственно, дети к этому относятся по-другому, и навыки по-другому принимают. Вот на базе ДДЮД, допустим, проводятся занятия на мультимедиатире, проводит сотрудник. Там отрабатываются приемы стрельбы из всех видов оружия, и причем любые упражнения учебных стрельб. То есть программируется все, что угодно, пожалуйста, занимайся, не хочу. То есть правильно я понимаю, что сейчас даже не только с точки зрения какого-то такого патриотического воспитания, направления, а ребятам просто интересно туда пойти, посмотреть, как это все работает? Конечно. То есть поучаствовать в такой новой версии игрового мира, который параллельно, в общем-то, служит и в подготовке какой-то, особенно ребята-парни. Да, на этой программе готовятся военнослужащие, которые проходят срочную службу и которые обучаются на офицеров. Ну, симулятор, своеобразный. Ну, типа таких, да, этот, конечно, простенький, у них более совершенный. Но все равно, как бы то ни было, даже тот же юнормейец по приходу вооруженной силы на службу, он уже будет иметь представление, что это, и не только будет ознакомливаться с этим, он уже будет как-то это совершенствовать, свои навыки. Поэтому, ну, естественно, это интересно. Конечно, интересно. Интересно. Аделет, скажите, пожалуйста, а вы один пришли или с друзьями, или наоборот, друзья вас позвали? Ну, сперва я пришел с друзьями, ну, да. А потом я остался там. Да, я остался, мне понравилось. А, то есть кто-то кому-то не очень понравилось, кто-то ушел, у кого-то сил не хватило на такую сложную историю, а вы остались. Сколько вы уже находитесь? Три года. Три года, три года, да. А что, какие-то нашивки вам положены за три года? Звание какое-то дают? Да. Это какое? Как сейчас правильно, какая система званий? Сейчас. Ну, вот я рядовой, так рядовым и остался. Даже до сержанта, до еврейтора даже не дослужился. Есть... За особые заслуги назначаются командиром отряда, да? А, то есть командир отряда, может быть? Ну, я помощник отряда. Помощник командира отряда. Ага, ну, это уже хорошая должность. Вот, а командир кто у вас? Олеся. Олеся. А тяжело быть помощником у девушки-командира? Ну, нормально, да. Нормально? Договаривайтесь. Хорошо. Алексей Андреевич, скажите, пожалуйста. Итак, мы выяснили, что вот начинает даже меняться немножко, да, тема подготовки. И я помню, что в прошлый раз мы говорили все-таки больше о некоем, ну, что ли, сердечном к этому делу отношении. То есть там где-то родители подсказали, где-то ребята сами пришли и так далее. А сегодня, в общем-то, мы видим, что речь уже идет о таком первом профессиональном этапе подготовки возможного участника какого-либо, ну, скажем, как у нас говорят в газетах силового блока, да? Может, человек пойдет в полицию, может быть, человек пойдет в армию, может быть, человек будет работать в МЧС и так далее. То есть есть сегодня вот во время вашей работы с ребятами вот ощущение, что этот человек, да, достойно, эта работа сложена не только родину защищать, да, но и помогать, например, МЧС. Есть уже какие-то вот такие направления? Или пока речь идет только все-таки о патриотическом воспитании? Ну, там идет не только патриотическое воспитание. Ну, вот если взять в частности, да, основная работа с юно-армейцами ведется непосредственно на базе образовательного учреждения и ведет ее руководитель отряда. А руководитель отряда – это сотрудник образовательного учреждения, который с этими детьми постоянно, каждый день. Вот. И, соответственно, вот именно четкое направление силовое, вот как таковое, детей готовить на силовое, это, опять же, как я и сказал, зависит от руководителя. Если у него, ну, если он сам заканчивал там, точнее, имел какую-то подготовку, там, служил в армии, у него уже одно представление. Если у кого-то более направление, допустим, историческое какая-то там деятельное, да, поисковое, ну, вот именно как таковой поисковой конкретно у нас нет. Ну, может, пока нет, да. Но, допустим, в 59-й школе там занимается и историей руководитель отряда. То есть, ребята в этом направлении развиваются. Есть отряды, в которых в основном идет направление на военно-спортивные игры. То есть, у них руководитель, который служил, бегал, прыгал. Знает все. Да, полосы препятствий, ему это нравится, он с ними этим занимается. Вот. Поэтому настолько разносторонняя, разнонаправленная деятельность, и все именно складывается от руководителя отряда, который работает в общеобразовательном учреждении. Понятно. Адилет, скажите, а как родители относятся к тому, что вы в юнарме? Ну, родители положительно, как бы. А вы много времени там проводите? Сколько раз в неделю вы? Ну, в неделю бывает два. Два раза в неделю, да? А это как, после уроков приходите? После уроков, да. Да, и до вечера там находитесь. А что, строевая подготовка? Ходите, песни поете, да? Или как? Или еще что-то? Ну, строевая подготовка. Еще мы иногда играем в футбол, как бы, на улице. Ага. Бегаем там. Понятно. Вот по поводу строевой подготовки, некоторые все-таки иронизируют по поводу юнармии. Мы должны разные мнения услышать, что вот, там только заставляют, значит, ходить строем, ну, превращать в такую маленькую армию. Ходить строем, петь песни и стрелять в тире. Вот, причем заставляют это и мальчиков, и девочек. Вот давайте развеем этот миф, что это не совсем так. Мы уже первую часть услышали, что даже стрелять, ну, знаете, медиа в игровом варианте, это гораздо интереснее, чем это просто делает так. То есть, это не военная организация, юнармия? Нет, она создана по инициативе военному. Вот так, да. Вот, а так это, да, есть какие-то именно направления армейские. Но, опять же, работа в коллективе, это не обязательно армия. То есть, действия в составе коллектива, отношения в коллективе, это же тоже все складывается, будь то в классе, будь то в юнармии. Только в классе они во время занятий, в юнармии они там после занятий, времени больше, соответственно. Вот, строевая, да, ну, как строевая, ну, юнармия, армия, строй, это обязательно. Вот, ну, как бы то ни было, строевая, опять же, слаженность подразделения, одиночная строевая подготовка, это то же самое физическое развитие. Ну, да, да, это физическое развитие, чувство ритма, чувство плеча. Молодой человек не мог правую-левую руку, как бы, там. Некоторые до сих пор не знают, где лево, где право, я бы должен сказать, да. А тут строевым еще с отрядом, и все одинаково, это что же физическое подготовка какая-нибудь. Адет, скажите, вот мы сейчас уже будем с вами прощаться, у нас будет потом такая женская версия, да, юнармии. Вот, что бы вы пожелали тем ребятам, которые, может быть, хотят прийти в юнармии, но пока стесняются? Ну, я хочу, чтобы они пошли, как бы, это нужно, как бы, не нашим учителям, а нам самим же, чтобы постоять за себя, как... Ну, чтобы быть мужчиной настоящим. Да, мужчиной, так сказать. А девушке, чтобы быть девушкой настоящей, вот так вот. Спасибо огромное. Мы благодарим Алексея Андреевича Черкасова, руководителя местного отделения юнармии городского округа Люберцы, который, я надеюсь, еще к нам придет. И Адилета Кельдебекова, юнармееца 20-й гимназии, заместителя начальника отряда, как мы выяснили, должность у него. Знаете, командир дивизии, замком Дива, там это уже звучит серьезно. Вот, мы хотим, естественно, поздравить вас с 23 февраля, я думаю, что в эти дни будут особые праздники, мы уже выяснили, что планируется у вас прием какой-то. Мероприятие, планируем расширить наши ряды, вот, ну, все, пока на стадии планирования, но я думаю, будет проведено... Следите за всевозможными интернет-ресурсами. Такого еще не было. С праздником! Ну, а наша программа продолжится, впереди у нас еще разговор и о 23 февраля в том числе. Напомню, что эта программа «Открытый диалог», и теперь у нас в гостях тоже представители юноармии из разных, скажем так, по-военному подразделений. Это Ангелина Гриневицкая, кадет юноармеец кадетской школы городского круга Люберцы. Ангелина, здравствуйте, вы у нас уже были в гостях. Здравствуйте, да. Вот, и Анна Филимонова, юноармеец, 18-й гимназии городского округа Люберцы. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, понятно, что первый вопрос, который я обязан задать, ну, мальчики, понятно, но девочки-то зачем в форму-то? Зачем в юноармию идут? Анна, начнем с вас. Ну, для меня юноармия – это как вторая семья, потому что мы проходим достаточно большие трудности вместе, испытания, участвуем в различных соревнованиях. Это очень увлекательно, интересно. Друг другу помогаем и всегда вместе стараемся держаться. Понятно. Ну, сейчас подробнее расскажите нам, что это у вас там за соревнования, интересно, что за проблемы. Ангелина, наверняка спрашивали у вас тоже, но все-таки, ну, знаете, форма шикарна. Вот просто вот смотришь сразу, ну, все, уже ордена, медаль, да. Вот. Это какой-то принципиальный шаг? Вы дальше будете тоже в таком военизированном направлении идти? Или это просто такое время досуга своеобразное современной молодежи, патриотическое время досуга? Я не могу сказать, что это время досуга. Вот. Я буду очень стараться, чтобы и дальше продолжить этот путь. Вот. А добавлю, наверное, к словам Анны, что это не только твоя вторая семья, но это твое развитие. А в чем заключается, кстати, развитие? А потому что юноармия, она является и патриотическим движением, но тут же столько много направлений. Поэтому ты можешь себя развить в них, как-то показать, проявить, научиться чему-то новому. И, да, конечно, обрести новые знакомства. Вот. Ну и приобрести товарища не только в радости, но и в сложности, да? Да, именно. Когда могут происходить какие-то... Вот давайте, вот, Анна сказала о каких-то соревнованиях. Вот. Опять же, для людей, которые не особо в теме юноармии, да, им кажется, что все только связано с... Ну, у нас называлась начальная военная подготовка, НВП. Какие у вас соревнования бывают? Мы участвуем как в соревнованиях, так и в акциях. Если говорить конкретно о соревнованиях, то это зорница, кубок мужества, девушки в погонах. Если углубиться, то мы изучаем медицину, историю России, где применяем знания на вот этих соревнованиях. Сборка-разборка автоматов, пистолетов, стрельба. Это достаточно интересно и познавательно для нас. Сами стреляете? Сами стреляем. Ну и как? Получается. И сама стреляю, получается. Из чего стреляли? Из автомата Калашникова. Так. И пистолет ПМ-4. Да, и что больше понравилось? Автомат или пистолет? Ну, из пистолетов чуть проще стрелять. Ага, понятно. Из автомата сложнее. Из автомата посложнее. Ну, из автомата как-то увереннее всегда без себя чувствуешь, да? А вот вы еще сказали, как там в погонах. Девушки в погонах. Девушки в погонах. Это что-то? От отряда ездит 10 человек, конкретно девочки, где проявляют себя, учатся чему-то новому и добиваются каких-то побед. Хорошо. Хорошо. Ангелина, а вы вот про какие-то направления говорили? Что у вас за направление есть? Ну, смотрите, вот есть военно-патриотическое направление. Это военно-патриотические игры. Там всеразличные... Ну, что-то типа зорницы, опять же, да? Да, на знание истории и так далее. Вот. А также есть, например, и творческие конкурсы. У нас в отряде есть дети, которые профессионально, например, поют. Есть те, которые занимаются изобразительным искусством. И, конечно, есть конкурсы на военные тематики, которые как раз поддерживают эти направления. Также наш отряд, он занимается волонтёрской деятельностью. Вот. Здесь ребята учатся и как бы и силе духа тоже, только чуть-чуть с другой стороны, даже с точки зрения милосердия. Ну, то есть получается, что это такой целый комплекс, в котором человек может даже совершенно по-другому себя реализовать. Да, здесь ты строишь немножечко себя, дополняешь. Ну, хорошо. А когда ты тогда, Аня, а какой главный стержень? Что должно быть в человеке, который идёт в юной армии? Ну, мы уже понимаем, что вы там один за всех и все за одного. Это первое. Но какой-то должен быть основной принцип. Мне кажется, тут зависит всё от человека. И главное желание научиться чему-то новому и развиваться. Потому что в юной армии мы можем найти, как сказала Ангелина, себя и привлечь младшее поколение. Потому что на нас сейчас держится по факту будущее. Ну, вы попадаете, получается, в самый такой момент. Юной армия – это, в общем-то, молодой ещё такой. Молодое образование, скажем. Мы вот выяснили, что в городском округе Люберца в декабре этого года будет только 6 лет. Это совсем ещё маленький ребёнок, да, можно так сказать. Но тем не менее, годы бегут быстро, и приходят новые молодые ребята. Мы прекрасно понимаем, что каждое новое поколение, у них свои какие-то интересы и так далее. Поэтому вам уже как опытным юно-армейцам, да, уже тоже такая наставническая, что ли, деятельность. Вообще, как работают в отряде старшие с младшими? Вот дедовщины у вас там нет? Знаете, что такое дедовщина? Когда старшие как-то плохо относятся к младшим. Или у вас всё полюбовно там происходит? Нет, такого нет вообще. Мы стараемся найти общий язык, всегда помочь. То есть нет такого, что вот всё по команде, ты будешь выполнять, я не хочу, будешь выполнять, я сказала. Такого нет? Ну, иногда приходится повышать голос, когда тебя уже не слышат и ведут себя не очень прилично. Но чаще всего мы находим компромисс и пытаемся научить их спокойным тоном. То есть умеете договариваться? Мы умеем договариваться друг с другом, и даже за неделю мы можем подготовить хорошо ребят. Они ездили на какие-то соревнования, я сейчас точно уже не скажу, и они смогли занять первое место, со счётом того, что учились они всему этому неделю. То есть получается, вы такие помощники, ну, если, например, взять просто спортивные соревнования, да, там есть тренер, который заинтересован, чтобы ребята хорошо выступили, а у вас вы ещё являетесь такой своеобразной моральной поддержкой и прослойкой, которая помогает осуществить все эти важные моменты. Ангелина, немножко о будущем и ваш, и Анны поговорим. Скажите, вот что вам эта юнармия дала, и как она вам в дальнейшем поможет в жизни? Потому что юнармия же наша когда-то закончится. К сожалению, всё хорошее когда-то закончится. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Это прям вот такой маленький шанс. И вы уже грустите, то есть ещё не застает? Ну, уже печально, да, уже понимаешь, что скоро конец. Значит, тогда уже можно этот вопрос вам задать, что вот вам юнармия дала, помимо некого такого вот времяпрепровождения, да, это же можно так назвать? Что вы, может быть, в себе обнаружили, какие черты характера? Что вам помогла юнармия? Сложный вопрос. Аня, может быть, вы это идите? Ну, для меня, наверное, в первую очередь юнармия дала стержень какой-то внутри себя. Я смогла перебороть какие-то страхи. Да. То есть почувствовать себя личностью, наверное, привести. Почувствовала себя ещё больше личностью, да. Научилась чему-то новому. Меня ещё больше привлекла история, потому что как-никак мне её сдавать. И благодаря юнармии... ЕГЭ, да? ЕГЭ, да, я сдаю ЕГЭ по истории и литературе, чтобы поступить на факультет журналистики. И в некоторый вузу требуется история. И благодаря юнармии я начала больше, ну, более углубленно её изучать сейчас. А историю какую вы изучаете? Историю России. Именно России, да? То есть с ранних времён до сегодняшнего? Ну, с призвания варяг, так сказать. Ага, понятно. Да. А какой вам период больше всего нравится история? Вот которую вы очень хорошо знаете и мечтали бы, чтобы вам такой попался вопрос на экзамене? Ну, больше всего, наверное, меня привлекает правление Екатерины Второй. Ммм, женщины возвращаются во власть, да? Да. Екатерина Вторая. Да. Ага, понятно. Ну да, 30 лет, да? Почти по 30 лет она была императрицей. Да, про правила почти 40 лет. Хорошо. Ангелина, ну раз мы уже об императрицах заговорили, а у вас что? Вот что вы чувствуете? Чего могло бы не быть без юнармии? Я скажу так, юнармия – это то, чем мне очень нравится заниматься. Это то, куда я вкладываю себя, свою душу, свою энергию. Это то, за что я болею всем сердцем, что дальше это все только приумножится и продлится как можно дольше в следующих поколениях. К каждым своим мероприятиям она дала мне немножечко себя, то бишь так по крупицам. Находила в себе что-то новое, интересное. Были и военно-патриотические соревнования, это были и творческие конкурсы. И такой последней сейчас точкой – это больше стало волонтерство. Мы с ребятами собирали и подарки детям в онкоцентр, и участие в акции. Принимали дети вместо цветов, чтобы собрать средства на глазной протез девочки, которая в этом нуждалась. У нас, например, 6-го АК класс, он поет у нас в Преображенском храме, и на крещение они там тоже помогали. И вот все как-то по нитке, я поняла, что я хочу помогать, что вот без этого я не могу. Ну, значит, мы можем рассматривать вариант, что когда уже закончится вроде как официально ваш возраст, никто не помешает вам в какой-то другой ипостаси присутствовать в этом движении, в этом проекте. Кто знает, так что мы доживем до этого момента. Может быть, вы к нам придете уже как руководитель какой-нибудь, какого-нибудь отделения. Знаете, всякое бывает. Я знаю точно, что когда мы выпустимся, мы можем прийти в свой отряд, где нас всегда ждут и любят. И будут рады нас всегда. Ань, скажите, а сколько сейчас человек в среднем в отряде? На данный момент в нашем отряде 32 человека. 32? И в ближайшие, 23 февраля, будет еще одна присяга, где в наш отряд добавятся еще ребята. Хорошо, а какой возраст? Это же с разных направлений классов? Выбирается с разных классов. В нашей школе придерживаются 5-11 класс, потому что они уже не такие маленькие ребята, как 1-4. Ну, и еще не такие большие, что могут долго быть в нашем отряде и радовать нас своими победами. Понятно. Ангелина, теперь вопрос, как вы понимаете, мы не можем обойти тему 23 февраля. Вы сами это прекрасно понимаете, я прекрасно понимаю. Вас поздравляют с 23 февраля? Вы же юноармейца. Ну, дома кто-то поздравляет или... Нет? Нет. Ну, вот форму с утра себя надо надеть и говорить, поздравляйте меня. Вы же юноармия. Нет, такого нет. Все равно 8 марта. Да. А какие хорошо традиции есть уже в коллективе, внутри коллектива юноармии, когда вот 23 февраля как-то поздравляют, не поздравляют? Какая-то, может быть, торжественная атмосфера? Как это происходит? Вот вы говорите, будет у вас, скорее всего, прием, да, опять юноармейцев? Ну, это проходит каждый юноармеец, не только в нашей школе. Присяга – это одна из самых важных частей вступления в юноармию. И как раз 23 февраля хорошо. И поставили в этом году на 23 февраля. А если в нашем отряде, ну, девочки по стандарту поздравляют мальчиков, дарим какие-то подарочки. Ага, 8 марта. 8 марта нам мальчики. То есть все как положено. Все как положено. Спасибо большое. Я должен сказать вам, что вы молодцы, отлично общаетесь, потому что вы планируете быть, я такой, моя журналистом, что хорошо. А вот, мне кажется, Ангелина будет связующим звеном между какими-то журналистами и какими-то вот большими делами, на которые, я надеюсь, жизнь вас еще не раз выдвинет на эти направления. Спасибо вам большое. Еще раз представляю. Ангелина Гриневицкая – кадет юноармеец кадетской школы городского округа Люберцы. Иоанна Филимонова – юноармеец 18-й гимназии городского округа Люберцы. Прекрасно провели эфир, за что вам спасибо. И поздравим вас и с 23 февраля, потому что тоже имеете на это право. И с 8 марта наступающим тоже вас поздравляем. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Кривненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»